Романтик Саунди Музыкальными школами вступили вооружившись лишь гитарой. Сначала давать уроки приходилось самим. Сегодня в Романтик Саунди 25 учителей, 9 направлений. Тюменцам оказалась созвучная идея бизнесменов. За 7 лет здесь обучили 4000 человек. Подкупают ту, что заниматься можно в удобное время, без оглядки на возраст и профессию. Я так расслабляюсь, отдыхаю. Я думала поступать в театральный, либо в танцевальный. Но родители не считают это специальностью, профессией. Сказали, закончите меня, получить нормальную сначала профессию. Основные ученики центра. Взрослые с такими вот нормальными профессиями. Преподавателю Антону с ними порой сложнее, чем с детьми. Абсолютно, на нулевые позиции. То есть он ничего не знает. И людям зачастую трудно это бывает преодолеть. То есть ощущение того, что ты что-то не можешь. И то есть тут надо очень грамотно их поддерживать, очень хвалить. Но при этом с первого дня учеников сажают на музыкальную диету. Это когда сначала разучивают полезный для навыков репертуар, а затем вкусный, который всегда хотелось. Такой подход не случайен. Ученики должны получать видимый результат, а не только удовольствие от процесса. Хотя в Романтик Саунде думают и об этом. Оборудование мы постоянно обновляем, для того, чтобы процесс обучения был более комфортный. Потому что инструменты имеют свойство расстраиваться. А вот отцы-основатели расстраиваться не привыкли. Им еще нет 35-ти. А свою частную школу они уже продают по франшизе. Пока представительство есть в Сургуте и Кургане. Но это не финальный аккорд в их планах. Я всегда верил, что все получится. И это самое главное, верить в то, что ты делаешь. Иначе, если ты не веришь, то никто не поверит тебе. Сразу видно бизнесмены, но такие романтики. Ирина Копян, Леонид Ализаревич. Тименское время.